Место, где будние праздники смешиваются – дороги. Юрий Путилов работает в ДСУ уже пять лет. Летом чинит машины, делает асфальт, а зимой разбирается со снегом. Новый год приходилось на трассе встречать? Родные это понимают, что у вас очень тяжело? Ну да, конечно. А окружающие часто достаются? Часто. Диспетчеры круглосуточно следят за ситуацией на дорогах и за небом. Так, например, метеосистема помогает предвидеть осадки в любом районе, для того, чтобы заранее отправить технику на объект. Иногда бывают случаи, когда приходится спасать людей. Был мужчина с женщиной в темный буран, слетели с дороги. А мужчина сам по себе еще плохо видит. За КДМ-кой он ехать не смог. В итоге машина осталась ночевать в откосе. Женщину с мужчиной мы привезли сюда. Ночевала здесь. То есть и женщина, и мужчина до утра. Утром их увезли на УАЗике, на автовокзал. Одни из проблемных районов, говорят в Минтрансе, Третьяковские и Змельногорские районы. В середине зимы меняется роза ветров, а количество осадков превышает норму. На днях снег уже выпал. Техника стояла на готове, так что дороги уже посыпаны пескосоляной смесью. 80% работ по подготовке к зимнему сезону уже выполнили. Сегодня предприятие еще готовит технику, потому что у нас еще работы не все завершены по ремонтам, по строительству. Поэтому часть техники сегодня задействована еще на объектах строительных. На балансе края 15 тысяч километров. Для их безопасности работает больше тысячи единиц техники, 46 из которых купили в этом году. В центре внимания в первую очередь федеральные и региональные направления, а также школьные маршруты. Подготовку к зимнему сезону завершат 30 октября. С упадением снега пескоразбрасыватели, автогрейдеры, снегуборочные машины и бульдозеры будут готовы сразу приступить к работе. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова